SCP-1437. Дыра в другое место. Объект номер SCP-1437. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-1437 следует содержать за электрифицированным ограждением, высотой 2 метра, которое патрулируется сотрудниками службы безопасности группами патруя. Посторонних, пытающихся проникнуть на территорию объекта, следует задерживать, допрашивать. И в случае незнания имя аномальной природы SCP-1437 обрабатывать амнезиаком класса А, после чего отпускать на свободу. Предметы и организмы, выходящие из SCP-1437, следует немедленно проверить на наличие непосредственной опасности. В случае безопасности предметов допускается дальнейшее исследование. Категорически запрещается проводить эксперименты с самим SCP-1437. Описание. SCP-1437 выглядит как бездонное отверстие в земле, размером 3 на 3 метра, расположенное в пустыне. При попытке прокопать боковой проход к SCP-1437, проходчики натыкались на твердый камень в расчетном месте контакта. Таким образом, само отверстие в земле является единственно возможным путем попадания в объект. Судя по свойствам объекта, он является точкой перехода в неизвестное на сегодняшний день число параллельных вселенных. Периодически из SCP-1437 на большой скорости появляются различные предметы, такие как Одна, 25-центовая монета США, первый известный случай появления предмета. Большое количество камней и грунта. Считается попыткой группы установления содержания из параллельной вселенной засыпать вход в SCP-1437 со своей стороны. Карта Северной Америки с пометками на испанском. Согласно данной карте, Северная Америка находится под властью Народной Республики Агуас-Нуэвас. Панорама города. Судя по виду радикально отличающегося от нашей версии Нью-Йорка, видны сооружения, напоминающие по форме кораллы, а вдали виден огромный летающий организм. Несколько дисков из чистого золота. К дискам был приложен лист бумаги с надписью «Молем, а не с посланием дождя». В период по 2015 из SCP-1437 выпало несколько субъектов, по большей части одетых в униформу сотрудников класса D. На момент появления все они были мертвы. У каждого из них были при себе документы, судя по всему являющиеся документацией на SCP-1437 из соответствующей вселенной. Считается, что данные сотрудники класса D вместе с документами были отправлены в знак готовности к сотрудничеству. Извлеченный документ 1437-1. Субъект, сопровождавший документ перед смертью, был в хорошем состоянии здоровья. Он был один в скафандрах с замкнутой системой дыхания и кислородными баллонами. Объект номер SCP-1437. Степень опасности. Общественно безопасный. Техника безопасности. Посторонним гражданам следует соблюдать безопасную дистанцию от SCP-1437. Санкционированные экскурсии к объекту проводятся в сопровождении двух офицеров охраны. Цель их безопасности зрителей. Фотосъемка разрешена. При попытке перелезть за ограждение, нарушителя следует задержать и передавать силам охраны правопорядка. SCP-1437 представляет собой яму размером 10 на 10 метров, без определенной глубины, расположенной в городе Промис. Попытки сделать подкоп в SCP-1437 со стороны натолкнулись на твердый камень в предполагаемом месте расположения SCP-1437. Таким образом, само отверстие в земле является единственным возможным путем попадания в объект. Судя по свойствам объекта, он является точкой перехода в неизвестное на сегодняшний день число параллельных вселенных. Периодически из SCP-1437 на большой скорости появляются различные предметы. Такие как небольшая бетонная пирамидка. Первый известный случай появления предмета считается строительным материалом. Большое количество камней и грунта. Считается попыткой группы по безопасности труда из параллельной вселенной засыпать в ход в SCP-1437 со своей стороны. Картина с изображением пейзажа, судя по всему, находящегося в Шотландии. В изображенной на картине параллельной вселенной солнце голубого цвета, а небо желтого. Несколько дисков из чистого золота. К дискам был прикреплен лист бумаги с надписью «Молем об избавлении от чумы». Фотографии нескольких ученых. У всех изображенных на фотографии ученых очень длинные пальцы, примерно в 25 сантиметров в длину. Лист бумаги. Благодарим, пришлите еще подарков. В период с 2009 по 2012 из SCP-1437 выпало несколько человек, большинство из которых были одеты в ярко-оранжевые робы. На момент появления все они были мертвы. У каждого из них были при себе документы, судя по всему, являющиеся документацией на SCP-1437 из соответствующей вселенной. Считается, что все эти люди вместе с документацией были отправлены в знак готовности к сотрудничеству. 15 августа 2012 года сотрудник фонда Марко Петрон добровольно вызвался погрузиться в SCP-1437 в защитном костюме из копии данного документа. Извлеченный документ 1437-2. Субъект, сопровождавший документ перед смертью, был в хорошем состоянии здоровья. На левом предмече субъекта было выжжено клеймо «Собственность корпорации SCP». Инвентарный номер SCP-1437. Уровень угрозы малый. Особые условия содержания. SCP-1437 следует содержать за электрифицированным забором ограждением высотой 2 метра, которые патрулируются с сотрудниками службы безопасности группами по трое. Посторонних, пытающихся проникнуть на территорию SCP-1437, следует задерживать по обвинению в промышленном шпионаже. Предметы и организмы, выходящие из SCP-1437, следует немедленно проверять на наличие непосредственной опасности. В случае безопасности предметов проводятся дальнейшие исследования. По результатам исследования подходящие предметы выставляются на аукцион для продажи заинтересованным лицам. Описание. SCP-1437, не имеющая определенной глубины, яма 1 на 1 метр, расположенная в малонаселенном районе. При попытке прокопать боковой проход к SCP-1437, проходчики натыкались на твердый камень в расчетном месте контакта. Таким образом, само отверстие в земле является единственным возможным путем попадания в объект. Судя по свойствам объекта, он является точкой перехода в неизвестное на сегодняшний день количество параллельных вселенных. Периодически из SCP-1437 на большой скорости появляются различные предметы. Такие как Статуя, похожая на рептилию существа со множеством глаз и хвостов. Первый известный случай появления предмета. Большое количество камней и грунта. Считается попыткой группировки установления содержаний с параллельной вселенной засыпать вход в SCP-1437 с своей стороны. Стеклянная бутылка, наполненная водой. Бедренная кость человека, покрытая слюной. Куб, состоящий из нескольких кубов меньшего размера и разного цвета. Предназначение не установлено. Футбольный мяч, у мяча всего 5 граней. В период между 2001 и 2002 из SCP-1437 выпало несколько субъектов, по большей части одетых в удеформу сотрудников класса D. На момент появления все они были мертвы. Тот факт, что переход через SCP-1437 связан с летальным исходом, делает коммерческую эксплуатацию SCP-1437 невозможной. У каждого из вышеупоментных субъектов были при себе документы, судя по всему являющиеся документами на SCP-1437 из соответствующей вселенной. Считается, что данные сотрудники класса D вместе с документацией были отправлены в знак готовности к сотрудничеству. В SCP-1437 было отправлено несколько сотрудников класса D с копиями данного документа. Извлеченный документ 1437-3. Субъект, сопровождавший документ, был замотан в бинты и ослеплен, судя по всему, недавно. На руках и ногах субъекта были множественные порезы. Язык был отрезан. Номер вещи 1437. Уровень скверный, непростительный. Меры сдерживания Верховному Жрецу Турасова следует благословлять место сдерживания SCP-1437 каждые два года. После каждого благословления в SCP-1437 следует сбрасывать кровавые жертвы. К жертвам необходимо прикреплять свитки с данным посланием, дабы демоны держались подальше. После принесения жертвы следует посоветоваться с духами и немедленно изменять меры содержания согласно их советам. Описание. SCP-1437, судя по всему, является бесконечной дырой. 3х3 метра, расположенной в пустыне Невада. При попытке прокопать боковой проход к SCP-1437, проходчики натыкались на твердый камень в расчетном месте контакта. Таким образом, само отверстие в земле является единственным возможным путем попадания в объект. Судя по свойствам объекта, он является порталом в Нижний мир. Периодически из SCP-1437 на большой скорости появляются различные предметы, такие как Несколько дисков из чистого золота. К дискам был приложен лист бумаги с надписью «Молим о смерти врагам». Большое количество камней грунта. Считается попыткой демонов навредить верховному жрецу Уру, который в момент выпадения находился возле дыры. Кость руки человека, сломанная в нескольких местах, покрыта слюной. Фотография металлической птицы, улетающей из города. За птицей растет нечто, похожее на огромный гриб. Считается попыткой демонов насмехаться над нами. Человеческий глаз, который шевелится при прикосновении, считается демоном низшего порядка, был незамедлительно сожжен. В период с 2000 по 2000 из дыры выпали мертвые демоны в человеческом обличье. Их трупы были заброшены обратно. После чего верховный жрец благословил дыру заново. Извлеченный документ номер 1437-4. Субъект, сопровождавший документ, был в период данном возрасте и крайне истощен, а также незадолго до перехода перенес лоботомию. Объект номер SCP-1437. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-1437 следует содержать за электрифицированным ограждением высотой в 2 метра, которое патрулируется сотрудниками службы безопасности группами по трое. Посторонних, пытающихся проникнуть на территорию объекта, следует доставлять в передочи верховных владык для углубленного допроса. Предметы организма, выходящие из SCP-1437, следует немедленно проверять на наличие непосредственной опасности. В случае безопасности предметов проводятся дальнейшие исследования. Все полезные образцы и технологии, появляющиеся из SCP-1437, следует немедленно доставлять перед очередной верховных владык. SCP-1437, по-видимому, является бездонной ямой, размером расположенной в зоне 29 бразильского сектора. При попытке прокопать боковой проходкой SCP-1437, проходчики натыкались на твердый камень в расчетном месте контакта. Таким образом, самоотверстие в земле является единственным возможным путем попадания в объект. Объект 1437, судя по всему, является точкой доступа в неизвестное на сегодняшний день число параллельных вселенных. В периодических засепи 1437 на большой скорости появляются различные предметы, ориентировочно являющиеся подношением для верховных владык. Такие как один алмаз, первый известный подарок, доставлен перед очами верховных владык. Большое количество камней грунта, предназначение неизвестно. Кора вымершего вида, куарис баклей, предоставлен перед очи верховных владык. Нижняя половина человеческого тела доставлена в руки начальствующего слуги верховных владык. Неизвестно, каким образом отправитель подарка узнал о пищевых предпочтениях верховных владык. В SCP-1437 был сброшен документ с благодарностью отправителя подарка и запросом о новой дани для верховных владык. Бутылка вина, предназначенного для людей. Смотреть инцидент 1437-1. Инцидент 1437-1. Из SCP-1437 выпала бутылка вина, предназначенная для людей. Распознав в этом попытку покушения на убийство верховных владык, начальствующий слуга приказал сбросить в SCP-1437 взрывное устройство Дон Бёрден. Его приказ был выполнен, угроза считается нейтрализованной. Это пример того, почему нам следует неукоснительно соблюдать условия содержания. Отныне налагаю запрет на изъятие этих подношений с содержания. Они являются прямой угрозой нашим верховным владыкам. 05-1. Примечание. Согласно имеющейся теории, в момент перехода между вселенными SCP-1437 убивают все живые организмы. Второе. Кварикус букли дуб техасский красный.